Добрый вечер! Если вторая книга, первая книга Торы «Бытие» или «Зарождение», как обычно переводят ее название в других языках, не на русский язык, она и говорит о зарождении, возникновении мира, зарождении народа Израиля. И вот момент зарождения народа Израиля, который происходит уже в Египте, вот здесь начинается книга «Шмот», которая посвящена в основном исходу из Египта и получению Торы в Синайской пустыне. Это вторая книга Торы «Шмот». Завершается она рассказом о том, как было сооружено святилище, переносный храм, или мешкан, как его называет Тора. И третья книга Торы «Баекра», она почти целиком посвящена тем нормам, которые вводят в жизнь еврейского народа святилище. Мешкан – это законы жертвоприношений, законы ритуальной чистоты и ряд социальных законов. Это третья книга Торы «Баекра», которую мы благополучно с Божьей помощью закончили. Четвертая книга Торы «Бабидбар» в пустыне, она возвращается к повествованию. То есть повествование, которое было прервано у горы Синай, Тора довела линию сюжета до горы Синай. Там повествование прервалось и началось изложение законов. Это половина книги «Шмот» и вся книга «Баекра». А вот теперь в книге «Баекра» Тора возвращается к повествованию. Что же происходит в жизни еврейского народа, который находится в Синайской пустыне? Вот самая первая глава книги «Баекра» в пустыне начинается так. «И говорил Бог Муше в пустыне Синай, в шатре собрания, то есть в мешкане, в первый день второго месяца, во второй год после их исхода из Египта». Прежде всего, хронологические данные. Тора говорит здесь о первом дне, то есть начале месяца, второго месяца. Что означает второй месяц? В Торе месяцы не имеют своих наименований. Они имеют только порядковые номера. И первый месяц, то есть это отправная точка, откуда все начинается. Это месяц Ниссан, в который еврейский народ вышел из Египта и сформировался как отдельный народ. Это месяц рождения еврейского народа, отсюда все и отчисляется. Итак, первый месяц – это Ниссан, стало быть, второй месяц – это Ияр. И когда проходит со времени исхода из Египта год, то вот здесь как раз начинаем во второй год после их исхода из Египта. Второй, первый день, второго месяца – это уже второй год. То есть прошел год и месяц с момента выхода из Египта. Что же в этот день было сказано? Произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля по их семействам, по их отчим домам, по числу имен всех мужчин поголовно. От двадцати лет и выше всех выходящих на службу в Израиле пересчитайте их по их ополчениям «ты» и «ярон». «Ты» – это обращение к Муше и «ярон». Так, есть здесь требование исчислить, пересчитать всех. Причем «пересчитать» сказано здесь «пересчитать общину». Произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля. Хотя на русском языке несколько сложно говорить об этом, потому что мы здесь не улавливаем нюансов оригинала. Но в оригинале есть два слова, которые обозначают еврейский народ. Есть «кагаль» и есть «эда». «Кагаль» от слова «леид каэль» – «собираться вместе до кучи». «Эйда» – «общество». Однократное с ним слово «идут» – «свидетельство». Иногда еврейский народ называется «эйда», иногда он называется «каль», а иногда «каль» – «адат» – «исраиль». Все три слова вместе. Все три слова вместе. И «каль», и «эда», и «исраиль». В чем разница между ними? В чем разница между ними? Одно из объяснений, которое мы видим уже в литературе XX века, оно вот какое. Для чего вообще люди собираются вместе? Почему каждый не сам по себе? Что толкает людей на то, чтобы собраться вместе и стать отрядом, обществом, общиной? Прежде всего, это совместные потребности. Люди помогают друг другу в том, чтобы найти кусок хлеба. Одному человеку, безусловно, трудно бывает. Война за выживание, она для одного человека очень трудна. И когда люди могут помогать друг другу, одалживать что-то, помогать, скажем, как нам историки всегда объясняют, что вот когда люди собираются пахать землю для того, чтобы хлеб выращивать, для этого нужны объединенные усилия, потому что одному человеку вырубить лес с большой делянки или убрать все камни для того, чтобы можно было пропахать – это достаточно тяжелая работа. Но когда несколько человек объединяются вместе, то, безусловно, можно это сделать. Ну и, конечно же, если мы возьмем людей, которые идут по пустыне, то, конечно, именно крайние условия для выживания в пустыне, они их толкают друг другу вместе. Нужно обороняться от хищников, нужно обороняться от врагов, от разбойников, бедуинов и прочих неприятностей. Все это толкает людей собираться вместе, они вместе становятся одним станом, вот так, наверное, нужно это переводить, как стан, когда люди в пустыне собираются вместе, ограживаются повозками, выставляют дозоры, и вот это их толкает общие потребности и необходимость получать помощь друг от друга для удовлетворения этих потребностей, для выживания, она толкает их вместе. Понятно, что как только условия изменяются, то этот стан рассыпается. И как это можно видеть из описаний того, как пророки говорят о расселении еврейского народа в Иерусалим, когда закончился период пребывания в пустыне, когда нет уже этих крайних условий, нет необходимости выживания в борьбе с врагами. Страна завоевана, враги побеждены, условия тяжелые пустыни заменены, они изменились на лучшие условия проживания вполне плодородной стране, с удобным климатом и так далее. И вот там появляется новый образ – иштахат гафновый, иштахат ты на то. Каждый под своим виноградником и каждый под своим фиговым деревом. Здесь уже каждый может себе позволить жить своей жизнью, им нужно объединяться. И если потом будут объединения, то это только в годину испытаний, когда вдруг есть нашествие врагов или еще что-нибудь в этом случае. Это Ка. А другое значение общины – это Эйда. Эйда означает другой характер объединения людей, когда они объединяются не потому, что их к тому толкают общие потребности, а это люди, которые собираются вместе для того, чтобы что-то реализовать, для того, чтобы реализовать какую-то идею, какой-то идеал, который у них есть. Один человек сам по себе никогда сделать этого не сможет. Здесь необходима объединенная сила. Для того, чтобы перестроить жизнь, построить, реализовать какой-то определенный дел, для этого люди и собираются вместе. Это совершенно другой характер. Понятно, что положив в положение еврейского народа в пустыне, было оба аспекта. Был и первый аспект. Людей, которые собираются в кучу для того, чтобы просуществовать в пустыне, было и второй аспект. Они вышли из Египта для того, чтобы прийти, получить в Синае Тору, и затем ее законы реализовать уже в конкретной жизни и каждого человека в отдельности, и всего общества в целом. Так вот, приказ пересчитать был именно пересчитать как эйда. Не как скопище людей, которые собрались вместе для того, чтобы обороняться от врагов, а именно как общину, которая поставила перед собой определенную цель, и от сотрудничества отдельных людей этой общине и зависит успех этой идеи, или наоборот ее неуспех. Вот это то, что касается первых деталей. Своебразной переписи населения. А для чего нужно было вообще знать общее число? Переписи населения, значит, мы хотим знать, сколько людей. И общее количество, и здесь есть по определенным разрезам. Посмотрите, что нужно было посчитать. По их семействам, по их отчим домам, по числу имен всех мужчин поголодно. Значит, сначала считается по семействам, так, большое семейство, затем семейства объединяются в бейт-ав, отчий дом по-русски, потому что не хорошо звучит, имеется в виду 12 колен Израиля, 12 племен, это и есть 12 отчих домов. И вот они уже, в свою очередь, объединяются в целый народ. Для чего нужно знать число? И общее число, и число людей по семействам и по коленам. Начнем, наверное, с комментариев Рамбана. Что пишет Рамбан? Но в чем же смысл данной заповеди? Понятно, что для того, чтобы каждое колено могло расположиться в стане под своим знаменем, было необходимо установить принадлежность каждого к определенному колену. Поясню, что Рамбан говорит дальше. В первой главе книги Бабидбар приводится непосредственно вот эта вот перепись населения, то есть конкретные числа, в каком колене сколько народу было. А во второй главе там есть заповедь, каким образом еврейский народ должен был строиться в пустыне и на марше во время переходов, и на стоянках, каким образом нужно было устраивать лагеря. Порядок был строгий. Четыре отряда, Тора называет их знаменами, или как бы это назвали на старорусском языке, стягами. Вообще нужно сказать, что в Древнем мире есть некоторое различие между понятием знамени сегодня и знамя, как оно было в Древнем мире. В Древнем мире люди, когда отсутствовали другие средства связи, и еще целый ряд средств, которыми пользовались в дальнейшем, тогда в Древнем мире люди могли собираться вместе, скажем, на поле боя. Ну, простой пример. Если на поле боя. Есть у нас, скажем, в армии четыре полка. Как воины своего полка знают, где находится их полк, и куда им нужно бежать, и куда им нужно собираться? Как им не попасть в другой полк? А если будет такая неразбериха, то понятно, что армия превратится просто в неуправляемую толпу. Как люди знали? Ну, скажем, в XVIII веке все было достаточно просто. У каждого полка была своя особая форма, свой особый мундир. Все было очень разноцветно, разноперстно. И по цвету мундиров, по цвету перьев, еще что-то, кокард можно было найти своих. А в Древнем мире этого не было. Поэтому то, что было, было знамя. На знамя ориентировались, все знали, куда им прийти. Вот здесь полк первого знамя, значит, все солдаты, все воины первого полка, они собираются здесь. А вот там стоит знамя четвертого полка, туда бегут все те, кто зачислены в четвертый полк. Так вот, нечто подобное здесь у нас описано и во второй книге по Мидбар. Есть Дегалим, то есть как бы знамена, стяги, которые обозначают группу из, есть всего четыре таких знамени, четыре группы, объединяющие, каждый из них объединяет три колена, три племени Израиля. Так вот, прежде всего, в ходе этой переписи нужно было каждому человеку определиться. Ведь перепись идет по семействам, по отчим домам и только потом по числу имен. То есть каждый должен был определиться, чей он сын, чей он внук. Генеалогия происхождения, куда, какому, какому семейству он принадлежит и какому колену он принадлежит. Вот после того, как каждый занял свое место, как каждый зачислился в определенное семейство и в определенное колено, после этого каждый уже знал, в какой из четырех лагерей он должен приходить, где он должен ставить свою палатку и каково его место на марше. Это, говорит Ромбан, все понятно. Насчет этого я вопрос не задаю. То есть то, что нужно было всем определиться, где они, чьи они, это понятно. Это не вызывает вопросов. Вопрос вызывает другое. Зачем нужно было знать число людей? Вот это для чего? Понятно, что для того, чтобы каждое колено могло расположиться в стане под своим знаменем, мы знаем, что по три колена были под знаменем, было необходимо установить принадлежность каждого к определенному колену. Но для чего Всевышний повелел установить их численность? И Ромбан дает несколько возможных ответов. Возможно, это было сделано для того, чтобы подчеркнуть проявленное к ним милосердие. Понятно, что к Всевышнему знать число евреев нет необходимости. Он и так все смотрит. А главам народа? Нет. Самим людям нужно знать, сколько их. Для чего? Для того, чтобы подчеркнуть проявленное к ним милосердие. Ведь они все знают, что когда они пришли в Египет, продолжает Ромбан, их-то было всего-то 70 душ. 210 лет тому назад, приходя в Египет, еврейский народ насчитывал, он был тогда большим семейством, кланом, и он тогда насчитывал 70 душ мужского населения. А теперь они стали многочисленными, а теперь сотни тысяч людей. Какая должна была быть браха, какое благословение, какое море любви со стороны Всевышнего, чтобы из 70 человек за 210 лет произвести сотни тысяч людей. И теперь они стали многочисленными, как песок на дне моря. Столько-то и столько-то мужчин старше 20 лет. То есть, число это нужно было знать для того, чтобы люди восприняли и поняли, насколько Всевышний к ним расположен, какое благословение Он им дал, и это можно ощутить, пересчитав, зная, сколько нас сегодня, а всего лишь 200 лет тому назад мы были 70 душ. И еще продолжает Ромбан и с дополнительной целью. Для каждого, кто проходил перед величайшим из пророков, кто ввел эту перепись населения, послали туда мальчиков и девочек с блокнотами. Нет. Считать нужно было, было здесь сказано. От 20 лет и выше всех выходящих на службу в Израиле пересчитайте их по ополчениям ты и Арон. Конкретно занимались переписью Муше и Арон. Каждый должен был предстать перед ними. И таким образом каждый, кто проходил перед величайшим из пророков Муше и перед его святым братом, праведником Аароном, и сообщал им свое имя. И просто ставил галочку. Они его спрашивали, кто ты, как тебя зовут, кто твои родители, к какому семейству и к какому колену ты относишься. Он сообщал им свое имя. И это само, представиться по имени перед Муше и Аароном, это само давало ему заслугу и жизнь. Ведь таким образом каждый человек был как бы зачислен в состав общины и занесен в список дома Израиля. До сих пор каждый человек сам по себе. Пока не произвели вот эту самую перепись, каждый человек сам по себе. Получается, парамбарно, что идея здесь была не столько в его втором объяснении, не столько в знании числа, не эта цель, а идея была в самом процессе. Потому что в процессе собирания вот этих данных, подсчета, каждый должен был прийти и представиться. Я такой-то, меня зовут так-то, я из семейства такого-то, такого-то колена. И это само давало человеку теперь он становится зачисленным вот в эту общину Израиля. Общину, в которой каждый на своем месте, каждый является частью общего целого. И вот с этого момента то он и становится частью этого целого. А это уже само большая заслуга. Нельзя сравнивать отдельно взятого человека, если мы его выдернем, как морковку из грядки, с человеком, который является частью целого. И знаем, что еврейский закон настаивает на том, чтобы молитва была общественной. Когда люди впервые начинают знакомиться с иудаизмом, это становится немножко странно, ведь, казалось бы, все, что они знают, исходя из своего общекультурного развития, фона и знания общей, которые у них есть. Казалось бы, молитва – это вещь очень личная. И что такое молитва? Молитва – это беседа человека с Богом. Тет-а-тет. А при чем здесь все остальные? Казалось бы, наоборот, человек должен был бы стараться молиться в уединении. А закон настаивать нет. Если нет только стесненных обстоятельств, человек может молиться сам. Но в обычных обстоятельствах он должен стараться делать все, чтобы участвовать в общественной молитве. Почему? Объяснение, которое обычно дается. Это то, что когда человек один молится, и он направляет свои просьбы, то он вот один, один, как он есть, со всеми его сильными и слабыми сторонами, со всеми его заслугами и провинностями. А когда человек приходит, когда молитва приходит, как молитва всего общего, целого, коллектива, извиняюсь за слово, то тогда это совершенно смотрится иначе, потому что община, она всегда, если один человек может быть виноватым, один человек может быть недостойным, община всегда достойна. И вот этот вот проход перед Мушея и Аароном, он был моментом зачисления в общину, с этого момента человек становился частью народа Израиля. Приведу еще один пример. Есть заповедь Бекурхули посещения больных. Арамбан пишет, что неотъемлемая часть этой заповеди это помолиться за больного человека. Просто задача для того, чтобы помолиться за него, для этого я должен ехать на конец города в больницу, чтобы его там посещать, стоять во всех пробках, пока наконец я не доеду до больницы. И если нужно о нем помолиться, так я могу у себя дома помолиться. А еще лучше, когда буду в синагоге во время общественной молитвы, я упомяну его по имени. Есть специальная вставка в молитве с упоминанием имени больного, имени его, имени его матери. Вот и все. Зачем для этого нужно ехать? А ответ на это вот какой. Хаттам Суфер пишет, что когда человека, когда о нем молится и упоминает его по имени, с одной стороны молитва за человека, она привлекает к нему милосердие. Но с другой стороны сам тот факт, что этого человека выдергивают отдельно и просят за него. Понятно, что стараются при этом прибавить быток, шиар, хулей, сраэль среди всех остальных больных Израиля. Да, но фактически молитва об одном человеке, когда называют его имя, имя его матери, вот он обозначен. То в такой ситуации человек уже может быть, что здесь вместе с вниманием и милосердием к нему придет здесь немного и неприятностей такому человеку, потому что подобного рода выделение человека самого по себе оно уже приводит к проверке, кто этот человек, этот больной, заслуживает ли он излечения, заслуживает ли он тому, чтобы улучшилось его положение или нет, а может быть, нет. Поэтому, говорит Хатам Суфер, когда человека не называют по имени, а находясь рядом с постелью больного, можно сказать просто, как сказал мужей по поводу своей сестры Мириам, кель на рфа на на пожалуйста, излечи его, не нужно называть его по имени, не называется он по имени, он тогда не выделяется, не выдергивается из всех остальных, тогда он часть единого целого, тогда он часть всего народа, а весь народ, безусловно, всегда достоин, всегда достоин излечения всего, всего, чего угодно. Поэтому, как пишет Ромбан, само то, что каждый проходил перед величайшим из пророков и перед его святым братом и сообщал им свое имя, само это давало ему заслугу и жизнь. Я хочу прибавить сюда, остановиться здесь в этих словах Ромбана и вставить сюда то, что подчеркивает другой комментатор. Сформу. Посмотрите, говорит Сформу, как нужно было пересчитать людей. Пересчитайте их по ополчениям, это да. Произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля. по их семействам, по их отчим домам, по числу имен. Не просто по числу евреев, по числу имен. Каждого нужно было пересчитать по имени. Почему? Сегодня мы привыкли, у нас есть имя, у нас есть фамилия. Что такое фамилия? Фамилия говорит о принадлежности носящего фамилию к определенной общности людей, к определенной семье, семейству, клану, может быть. А имя, это имя собственное. Имя, которое обозначает личность человека. Обычно перепись, она нивелирует все. Все различия между людьми. Люди только пешки, а не только номера. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь нужно было считать не так, а каждого нужно было считать по имени, указывающим на его личность, в соответствии с его достоинством. Каждый здесь человек выделялся, выделялся как личность, как личность неповторимая. Ведь нет же двух одинаковых людей на свете и никогда не было и никогда не будет. Каждый человек совершенно неповторимый. И каждый человек имеет свое имя. Он не номер. Мы знаем, это нацисты делали, когда они хотели полностью разрушить личность узников своих лагерей. То, что они делали, это присваивали ему номер, чтобы стереть его личность. Нет личности. Есть заключенный номер такой-то, такой-то, и пересчет увеличивал заслуги каждого. Ведь даже сам взгляд мужей Аарона даровал благо. Я вернулся снова к Рамбану. То, что человек называл себя по имени, то, что он тем самым зачислялся в ряды народа Израиля, и это ему давало заслугу, то есть он теперь получал заслуги всего народа. Кроме того, даже сам взгляд мужей Аарона даровал им благо. И ведь, конечно же, они не только смотрели на человека, но и молили Бога за него тоже. А в сборнике Медражей в Бамидбар Раба что говорит Медраж? Так я видел, пишет Рамбан, толкуют там так. Всевышний поверил мужей пересчитать сынов Израиля, проявляя к ним уважение и возвеличивая их этим самым подсчетом. То есть каждого еврея по отдельности. Имеется в виду, не следовало спрашивать у глави. Мушей бы мог сократить всю процедуру, каким образом, вызвав к себе всех глав семейств и спросить, вот ты, сколько у тебя народу в семействе? Столько-то. Спасибо. А ты, сколько у тебя? И так быстренько сделаем перепись. Не надо слишком много трудиться. Нет, не так. Нужно было сказать, каждый должен был пройти перед Мушей с почтением и трепетом, а он уже совершал подсчет, как сказано, по числу имен от 20 лет и старше поголовного. Итак, это второе объяснение Бана. Первое было для того, чтобы показать евреям милость Всевышнего по отношению к ним, как он за 200 лет превратил их семейство из 70 душ в народ из сотен тысяч людей. Второе объяснение это уважение к личности каждого человека, который был назван по имени и тем самым включен в народ Израиля. Стал его частью и получил заслуги всего народа. Не как пешка, не как винтик в механизме, а как отдельно взятый неповторимый человек, имеющий свое имя, а не только семейное происхождение. И теперь Рамбан дает третье объяснение. И еще этот пересчет можно было бы сравнить с теми переписями населения, которые производят в государстве перед войной. Не исключено, что эта перепись производится с той же самой целью, с которой производились переписи населения в самых разных странах и народах. Прежде всего обычно это было перед войной. Государству нужно знать свои ресурсы накануне вооруженного конфликта. Ну, а еврейский народ находится сейчас в пустыне. Ведь теперь сынам Израиля предстояло войти в землю Кенаан и вступить в войну с царями и морейцев. То, что их ждет впереди, это война. Их ждет впереди необходимость захватить страну обетованную, которую Всевышний им дает. Но она не будет им положена на блюдечке с губой каемочкой. Речь идет о подготовке к войне, к военной операции. Нужно было вступить в войну с царями и морейцев, которые правили на восточном берегу Иордана и со всеми другими обитателями той земли. Поэтому, направляясь к тому месту, о котором Бог сказал я дам его, вам, Мушеи и старейшины должны были выяснить общую численность воинов. Нужно знать общее число, скольким числом воинов мы располагаем, а также численность воинов в каждом колене. Для того, чтобы оперировать и управлять войском, нужно знать число отдельных его отрядов, чтобы знать, как управлять войсками на поле боя. Спрашивают задача, зачем это нужно было сделать? Ведь если Всевышний ведет еврейский народ в землю обетованную, которую он пообещал отдать еврейскому народу, то, наверное, уже он как-нибудь обеспечит то, что эта земля попадет к ним. Нужны ли такие серьезные военные приготовления с такой серьезностью выяснять, сколько бойцов есть, и как они разделяются, какое их общее число? Драмбан, то, что Всевышний позаботится, и то, что Всевышний поможет, это само собой, но с точки зрения Торы нельзя на практике полагаться на чудо. Даже если в конечном итоге это чудо произойдет, и от одного бойца убегут десятки и сотни, при всем при том, полагаться на это изначально нельзя, и нужно провести все приготовления с тем же уровнем серьезности, с каким готовился бы к войне любой другой народ. Поэтому, поскольку им не следовало полагаться на чудо, ожидая, что один будет преследовать тысячу, и сказано всех выходящих на службу в Израиле, то, что подкрепляет вот это третье объяснение, это то, что сказано, что нужно сосчитать, произведите поголовное исчисление всей общины сынов Израиля, по их семействам, по их отчим домам, по числу имен всех мужчин поголовно от 20 лет, а почему не раньше, почему только от 20 лет, а что до 20 лет не совершеннолетние, ничего подобного, с 13 лет уже совершеннолетние, от 20 лет и выше всех выходящих на службу в Израиле, просто до этого возраста, до 20 лет, никто на службу не выходит, а что это за служба, говорит Рамбан, ну конечно же, я тебе веду военная служба, поэтому и сказано всех выходящих на службу в Израиле, именно потому, что пересчет был для нужд войска, это третье объяснение для чего была произведена эта перепись населения, Рамбан на этом не останавливается, есть у него четвертое объяснение, и еще, поскольку земля должна была быть разделена между ними в соответствии с их числом, следовало определить, какой надел в завоеванной земле достанется каждому роду, есть земля обетованная, которую нужно не только завоевать, ее потом нужно поделить, и поделить ее честно между различными коленами, внутри колена между различными семействами, для этого необходимо знать число людей в каждом семействе, в каждом колене, и хотя нам кажется, что это очень дальняя задача, ведь в конечном итоге только через 40 лет после описываемых вот здесь, после описываемых здесь этой переписи, только через 40 лет после этого страну начали делить, Драмбан – это да, фактически так и было. Но не таков был план изначально. Изначально, ведь если бы не грех разведчиков, они бы вступили в землю немедленно. Только из-за греха разведчиков еврейский народ задержался в Синайской пустыне на 40 лет. Если бы не этот грех, то сразу после, то было бы так. Мы сейчас находимся здесь, это первое число, первое яро. 20-го яро, меньше чем через три недели после этого Всевышний дал команду сниматься с лагеря и двигаться. Двигаться в направлении Росисраэля. Несколько переходов, расстояние не такое великое, пройти через Синайский полуостров, выйти на границы Росисраэля. Началось бы вторжение, война бы дала много времени, при всем при том, что он уже был к ней серьезно. Готовиться много времени она бы не заняла. А после этого непосредственно уже делить страну. На практике так не вышло. Из-за греха разведчиков, когда еврейский народ отказался идти в Росисраэль, остались в пустыне на 40 лет. Но по плану должно было быть не так. Поэтому эта четвертая цель, которая могла бы объяснить эту перепись, так комментирует Ромбан. Равирш объясняет иначе, он не принимает это. Его основной аргумент, то, что написано, и говорил Бог Муше в пустыне Синай. Исчисли мне, произведи поголовное исчисление всей общины сынов Израиля. Я тоже подчеркнула, сказал Бог Муше в пустыне Синай. Для чего это? Выбор пустыни как место исчисления служит доказательством того, что это исчисление не было оспословлено экономической или политической целью. Ибо ни экономика, ни политика не имеют отношения к жизни в пустыне. Ромбан, конец, как раз в конце. Последние два его объяснения говорят именно об этом. Цель экономическая, а именно раздел страны в дальнейшем. И цель политическая, если мы понимаем, что война это та же самая политика, только другими средствами. Цель военная для того, чтобы почитать число воинов. Говорит Равирш, если это были цели, то для чего подчеркивать в пустыне Синай. В пустыне Синай у нас нет ни экономики, ни политики, ничего такого. Конечно же, само добавление слова Синай не просто, во-первых, в пустыне. Это первое. В пустыне, это значит, цели здесь другие. Во-вторых, сказано еще в Синае. А слово Синай сразу возникает здесь ассоциацией с Торой, которая была дана на горе Синай. И шатер собрания, который тут же дает ассоциации с законами Торы, которые связаны с Мешканом, с шатром собрания. Это место, где принимаются ее заповеди. Поэтому, скорее всего, цели были совершенно иного порядка. Рамбан мог бы на эти возражения, в свою очередь, возразить, что верно, что находится еще в пустыне. Сейчас, в данный момент, в пустыне. Но, как он говорит в конце, это же ненадолго. Это же еще несколько дней уже снимаемся, уже уходим из пустыни и начинаем марш в сторону РСИСРАЭЛЬ. А тогда уже цели и политические, и военные, и экономические, и все, которые оправдывают эту перепись. Это все, что мы говорили касательно цели. Для чего была перепись? Но какая бы ни была цель, но у человека, знакомящегося с текстом Торы, возникает всегда вопрос, почему вот это вот исчисление было таким частым? Ведь со времени исхода из Египта, вот эта перепись уже третья. Всего-то прошло, вот исхода из Египта, 13 месяцев. И за 13 месяцев третья перепись, третье исчисление. Зачем так часто? В чем идея? Смотрим РАШИ. РАШИ отвечает на наш вопрос так. Всевышний постоянно пересчитывает их из-за своей любви к ним. То есть иногда считают для того, чтобы точно знать сколько. Для этого достаточно посчитать один раз, а зачем пересчитывать еще раз, и еще раз, и еще раз. Сразу же возникает здесь ассоциация со скупым рыцарем, который так любит свои золотые монеты, что время от времени их пересчитывает. Ему не нужно знать сколько их. Он пересчитывает их просто потому, что любит их. И также здесь Всевышний постоянно пересчитывает их из-за своей любви к ним. Он уже сосчитал их, когда они вышли из Египта. Вышли из Египта сыны народа Израиля, избранный Богом народ, пересчитал их. Сколько их? Когда же многие из них умерли из поклонения золотому тельцу, были жертвы. Он вновь сосчитал их, чтобы знать число оставшихся в живых. И теперь, когда он пожелал, чтобы шхена пребывала с ними, то есть чтобы был здесь, был построен мешкан, постоянное присутствие Всевышнего, контакт между человеком и Богом, и он снова сосчитал их. Ведь, обратив внимание, что в первый день месяца Ниссан, то есть ровно месяц тому назад, было уже собрано святилище, был установлен переносной храм в пустыне. И ровно через месяц Первый Яр, Всевышний сосчитал их. Так пишет Раший. Есть уже красивый мидраж на эту тему. Мидраж говорит так, как обычно, притчей. У одного торговца был полный ларец с украшениями из стекла. И он их выставлял на продажу. То есть они стояли на прилавке, каждый мог посмотреть в них, примерить, найти себе подходящий. Так он их выставлял на продажу, не зная их точного числа. Ну, ларец целый. И убирал их с прилавка. Утром выставлял на продажу, не пересчитав. Вечером убирал с прилавка, тоже не пересчитав. И не зная их точного числа. Если бы мы спросили, сколько у него там есть. Не знаю точно. И не очень-то следим за ним, потому что это всего лишь стекляшки. Но еще у него была одна маленькая шкатулка с подлинными жемчужинами. Вот эти жемчужины он выставлял на продажу, тщательно пересчитывая. То есть утром выставляя жемчуг на продажу, он пересчитывал, сколько у него есть жемчужин, а каждый вечер, убирая их с прилавка, он снова их пересчитывал. В этом разница между стекляшками и жемчужинами. То есть само отношение человека, само отношение к тому, что пересчитывается, оно выражается в пересчете. Вот эта вот симпатия и близость, и любовь Всевышнего к народу Израиля, она и выражается вот в этом постоянном пересчете. Обратим внимание еще на одну деталь здесь. Вот какую. Нужно было считать всех выходящих на службу. Мы уже видели, что Рамбан, ничтоже сумнявшийся, говорит, что это за служба. Конечно, военная служба. И так мы объяснили на русском языке. А если посмотреть в оригинале, то там упомянуто слово «цова». И человек, это одна из наших проблем, что сегодня человек, читая Тору, знакомясь с его текстом, он слова понимает в соответствии с тем, как их понимает современный словарь языка иврит и так далее. А это не всегда то же самое. Это во всех языках так. Слова изменяют свое значение. То же самое и здесь. Слово «цова», хотя в современном иврите значение его совершенно однозначно, это «армия». Но многие комментаторы говорят, что имеется в виду не то. Прежде всего, Раши пишет здесь всех выходящих на службу в Израиле, всех в 20 лет выходящих на службу в Израиле. Отсюда мы делаем вывод, что те, кто моложе 20 лет, не несут военные службы. То есть для Раши тоже, вот это вот все выходящие на службу, он понимает, что речь идет о военной службе. И отсюда мы понимаем, что призывной возраст в народе Израиля был установлен в 20 лет. Немножко поздно, в сравнении с современными понятиями. Рамбан тоже начинает с этого. Он цитирует Раши и спрашивает задачи, а почему призывной возраст только в 20 лет? Возможно, причина в том, что юноша, моложе 20 лет, еще недостаточно крепок для ведения войны. Ведь сказано же, в 20 лет преследовать, так говорит Мишнав Перкеевод, разделяя возраст человека по разным стадиям. Говорит, что когда человек дошел до 20 лет, это самое время преследовать. Хотя некоторые объясняют, что имеется в виду преследовать, что это за преследование, кого нужно преследовать в 20 лет. Некоторые объясняют, что имеется в виду гонка человека за его заработком. Но Рамбан понимает это преследование подобно тому, как преследует убегающего врага на войне. Враг же всегда убегает. Мы за ним бежим, мы его преследуем. Но при всем при том, пишет Рамбан, возможно, что выражение, вот выходя из ее цей цава, выходящие на службу, подразумевает всех приходящих на собрание общины. То есть цава, это на самом деле не просто, а это не обязательно армия. Это куда более общее слово. Оно означает собрание людей, которые приходят, прежде всего, самое первое значение. Это как люди, которые собираются на общее собрание всей общины. Ну и здесь уже более понятно, что вам действительно во многих вот это вот право быть членом общины, обсуждать какие-то вопросы и так далее, оно начинается уже с зрелого возраста, здесь 20 лет. И в этом же направлении пишет Иравир, что слово цава в Писании вообще, в отличие от современного словаря языка иврит, в котором цава – это армия, но в Писании слово цава вовсе не обязательно и не в первую очередь означает армию или службу в вооруженных силах. В некоторых местах Писания оно означает службу, которую исполняют львиты в мешкане, а там никакой воинской службы нет. Это обслуживание святилища. Скорее всего он относится, то есть сам термин по сути своей, к любой группе людей, объединенных для общественной службы под командой более высокой власти. Так это львиим, которые под командой коинов-священников, они обслуживают храм. Так это в армии, которая под командованием своих командиров, офицеров и генералов, выполняет определенные задачи. Здесь же, когда мы говорим вот об этой переписи, здесь означает всякого, кто обязан отказаться от личной жизни и нести общественную службу, когда это требуется. Следовательно, всякого, на которого общество может возложить заботу о своих интересах. Как частный случай это включает и вооруженные формирования, и остальные, то есть само слово «цова» – это означает группу людей, которые готовы и способны пожертвовать своей личной жизнью, отказаться от своей личной жизни и нести общественную службу так, что общество может на них положиться. Я хотел бы остановиться еще на одном вопросе, касающемся переписи населения. Ромбан здесь подчеркивает, что сам глагол «тифкидо», «там», «ливкот» тоже заслуживает внимания. Здесь не сказано ли спор пересчитать, здесь не сказано ли «ливкот». Что такое «ливкот»? «Ливкот» вообще означает кого-то припомнить, над кем-то наблюдать. И вот Ромбан, что здесь, не вдаваясь в подробности почему, здесь имеется в виду следующее, что подсчет был, подсчет производится не буквально поголовно, по головам, а подсчет в Израиле происходил следующим образом. Каждый, кто представлялся, говорил свое имя и так далее, он оставлял монетку, и потом считались монетки, они считались, не пересчитывались поголовно люди. И вот в Танахе, у пророка, мы находим описание переписи, которые задумал через 480 лет после описываемых событий царь Давид. Сказано там так. «И опять воспылал гнев Господень на израильцам и подбивал Давида против них, чтобы приказать, пойди, пересчитай людей Израиля и Иуды». То есть Ейцар, Ейцар-Ара толкнул царя Давида на перепись населения. Больше не меньше. Получается, что эта перепись – это нечто нехорошее. «И сказал царь Юаву, своему военачальнику, который был при нем, пройди по всем коленам Израиля, от Дана на севере до Бейршевы на юге, и пересчитайте людей, чтобы знать не число народа». «И сказал Юав царю дом, может, Господь Бог твой народ, сколько его есть, и еще вас то раз только и глаза Господина моего, то увидят все это, но для чего, господин мой, царь желает это делать?» Странно, приходит начальник генштаба, получает задание пересчитать и начинает с царем спорить, зачем это нужно, для чего? Здесь какое-то нехорошее дело. «Но строгим было слово царя Юаву и начальником войска, и пошел Юав с начальниками войска, чтобы были прицарей, считать народ израильский». То есть возражение было выслушано, царь его не принял, Юав как военный подчинился и отправился делать дело, которое ему не нравилось. «И обошли всю землю, и по истечении 9 месяцев и 20 дней пришли в Иерусалим, и подал Юав царю число пересчитанных людей, и было израильтян 80 тысяч мужей храбрых, способных обнажать меч, а мужей иудеи 500 тысяч, израильтян было 800 тысяч мужей, а мужей иудеи было 500 тысяч человек». «И дрогнуло сердце царя Давида после того, как он сочетал народ. Началось раскаяние, он неправильно сделал. «И сказал Давид Богу, весьма согрешил я, что я это сделал, и теперь, Господи, прости, прошу грех твоего раба, ибо поступил я весьма неразумно». И тогда сказал Бог, «Троякое наказание я предлагаю тебе, вот выбирай наказание, одно из них, или быть тем, или трем месяцем бегства твоего от врагов твоих, то есть враги тебя будут преследовать, а ты будешь от них убегать три месяца, или быть трем дням мора в стране твоей, или семи годам голода в страну твою, вот выбирай наказание». «Сказал царь Давид, тяжко мне очень, не лучше, но лучше пасть нам от руки Бога, ибо велико милосердие его, только бы не от руки человеческой пасть». В чем был криминал? Что такого плохого сделал царь Давид, потребовав от Юава произвести перепись населения, и очевидно было это настолько плохо, что Юав позволил себе возражать царю, зачем нужно это делать. Он подчинился, конечно, как полагается, но до этого он дорожал. Некоторые объясняют, а очевидно, был подсчет неправильный, то есть был подсчет поголовный, а не так, как следует его делать по монеткам, либо по камешкам, черепкам и так далее. Арамбан не принимает этого объяснения ни в коем случае, потому что, ну что ж, царь Давид не знал такого простого, очевидного закона, что евреев не считают по головам? Знал, конечно. И знал, что если этого не делать, то это чревато, что могут быть эпидемии. Все это была вещь известная. И нельзя подумать, что поэтому, что поскольку был здесь приказ произвести исчисление населения, поэтому это не понравилось Юаву. Ибо он знал, что нельзя считать поголовным, а нужно считать по монеткам и черепкам. Ну, знаете, господин Юав, если вам это не нравится из-за этого, так вы можете сделать просто. Царь приказал, он приказал, как делать исчисление, он приказал поголовным, он сказал приколовным, ему нужно знать число. Пойди ты и сделай так, как правильно, собери всех людей, скажи им, давайте сюда ваши монетки, ваши черепки или еще что-нибудь, посчитай правильно. В чем проблема? Из-за этого спорить с царем, из-за этого возвращать и говорить зачем, и для чего, господин мой царь, этого желает. Поэтому Рамбан дает совершенно другое объяснение, а именно, что этот подсчет был неоправдан, ибо не имел легитимной цели. То есть, когда государство исчисляет, занимается переписью населения для того, чтобы для необходимых нужд, либо для какой-то митцвы, тогда это понятно. Военачальник, который хочет пересчитать число своих воинов, совершенно разрешено, легитимно, конечно. Нужно правильно считать, нужно считать их непоголовно, считать их посредством монеток, черепков и так далее. Но если, как это было в случае с царем Давидом, это то, что почувствовал Иоав, что сейчас ведь мир, и сейчас нет никакой необходимости производить перепись населения в преддверии войны, зачем же это нужно? Быть может, попросту царь хочет почувствовать себя великим царем, что он властвует над большим народом, над огромным государством, большим народом, и чем больше подчиненных царя, тем больше его слава? И тогда не спасет то, что эта перепись делается самым-самым кошерным образом, она просто по сути неприемлема. Так объясняет Ромбан. Отсюда выходит, что по мнению Ромбана, и многие считают, что это, учитывая его мнение, как Аллаха, как закон, перепись можно производить только для митцвы, только для необходимых потребностей или для исполнения какой-то митцвы, но не для пустопорожных целей, не оправданных. На практике в Израиле время от времени проводят перепись населения, и каждый раз возникает вопрос, а правильно ли сотрудничать с теми, кто производит эту перепись? С одной стороны, цели этой переписи благие. Понятно, что государству нужно для того, чтобы планировать количество коек в больницах, количество классов в школах, нужно знать свое население. А в какой-то момент нужно было еще знать количество населения просто для того, чтобы изготовить или закупить количество противогазов необходимых. Такие периоды тоже были в жизни страны. Но вместе с тем, это только часть цели, а другие цели, они совершенно никак не связаны с митцвой или с какими-то благородными целями и намерениями. Но вместе с тем, то, что законоучители говорили в свое время, когда проводилась эта перепись, не было запрета ее проводить. И вот почему. Все, что говорит Рамбан, это о переписи сынов Израиля. А государство Израиль считали не сынов Израиля, а считали жителей государства. А среди жителей государства у нас помимо сынов Израиля есть масса-масса других сынов, других народов, и арабов, и кого только у нас нет. Поэтому, поскольку перепись была по численности государства, а не по численности народа, поэтому не было никакого здесь запрета, и можно было участвовать в самой этой переписи. Вот на этой оптимистической ноте мы закончим, а продолжим разговор о книге Бамидбан на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok